Подруги, привет! И добро пожаловать на наш карантин! Сегодня у нас рум-тур по новой комнате Рэма. Буду показывать, какой же дизайн мы сделали в нашей детской. Не на 100% она у нас готова. Из-за карантина к нам не приехала наша дверь. Но я решила, чего уж там ждать. Ждать нам несколько недель, поэтому будем комнату показывать вам сегодня. Пошли! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И рассказать в первую очередь главную идею дизайна этой детской комнаты. И почему я выбрала сделать ее именно такой. Самое важное для меня была безопасность моего малыша. Поэтому при выборе любого предмета или любого отделочного материала я четко отбирала именно те, которые безопасны для детских комнат. Что касается дизайна нашей детской, я очень хотела, чтобы интерьер, он был очень светлым, чтобы было много пастельных тонов, но в то же самое время, чтобы эта комната была яркой. Поскольку для малыша в его развитии одним из ярких таких и сильных толчков это, конечно же, цвета. И первое, о чем мы будем говорить, это, конечно же, наша яркая декоративная стена. Здесь вы видите фотообои, которые я нашла в инстаграме. Компания Art Factory Print. И они предлагают вот такие вот безумно красивые фотообои. Почему фотообои? Я точно знала с самого начала, что я хочу эту стенку сделать яркой, с какой-то аппликацией. Я выбирала из разных детских обоев. Сначала я хотела карту мира, чтобы малыш познавал, какой же наш мир. Потом я думала, нет, нужно что-то тропическое, нужно джунгли. И все-таки вот такие мотивы природы и растения, они победили. И я решила эту стену сделать яркой, но не сильно таки детской. Поскольку я хотела, чтобы она все-таки была, ну, такая, не знаю, на долгое время, чтобы малыш проявлял к ней, конечно же, интерес, познавал цвета, видел разные формы, но в то же самое время, чтобы она не была детская-детская. И вот я выбрала такой принт. Здесь у нас листья, тропические кактусы, разные растения. Очень крутая опция, заказывая в Art Factory Print, это то, что ты свои обои можешь сделать абсолютно индивидуальными. Вот, например, в моем варианте этот конкретный дизайн был на бледно-голубом фоне. Размер этих элементов был меньше, да и расположение, в принципе, каждого листика и каждого кактуса, оно было совершенно другим. Что мы сделали? Мы поменяли фон, мы сделали его жемчужно-белым, сделали элементы намного больше, чем они были в начале, и расположение самих элементов также поменяли от того, каким он был в самом-самом начале. И вот по итогу у нас получилась такая красота. Причем, когда доставили этот огромный рулон, который длиной почти 5 метров, высотой 2,60, я была просто в ужасе, поскольку не понимала, как это все поклеить. Но вместе с рулоном приехали детальные инструкции, начиная от того, как нужно делать стену, заканчивая тем, какой конкретно клей нужно выбрать для этого материала, чтобы наверняка наша поклейка была идеальной. И вот мы втроем очень круто справились с этой задачей и достаточно легко поклеили этот материал. Это текстильный материал, сделанный 100% полиэстера, и он очень-очень прочный. И даже в те моменты, когда где-то получалась какая-то неровность, мы очень легко эти обои снимали со стены и обратно помещали уже в правильном виде, так, чтобы они действительно смотрелись идеально. И, конечно же, если говорить про прочность материала, не может не радовать, что это именно такой плотный материал, поскольку в детской комнате, ну, давайте смотреть правде в глаза, дети разрушают абсолютно все. И в этом случае, я думаю, наша стена будет жить очень-очень долго и упорно. Да, котенок? Даже если ты попытаешься ее разрушить и отодрать. Поскольку это не флезелиновые, не флезелиново-бумажные обои, а это 100% полиэстер. Исключительно важной, конечно же, была кроватка в нашей детской комнате. Я в этот раз решила ее поменять. Выбрала кроватку Паполоне, которая производится эксклюзивно для магазина Оланд. И выбрала в белом цвете модель Луи. Очень понравилась мне эта кроватка тем, что она очень легкая, прозрачная и воздушная. И несмотря на то, что это стандартный размер метр двадцать на шестьдесят, она почему-то смотрится намного меньше и как будто бы занимает меньшее пространство, нежели чем наша предыдущая кроватка. Почему выбрала именно ее? Во-первых, она сделана из массива пука и покрыта безопасными для детей красками. Дно этой кроватки поднимается на пять позиций. Когда малыш рождается, можно дно поставить на самую верхнюю позицию. И с его ростом и со временем можно дно опускать, а в то же самое время переднюю стенку поднимать выше. Передняя стенка этой кроватки имеет очень много полезных функций. Во-первых, верхняя часть ее покрыта специально для того, чтобы малыш был в безопасности, когда он будет пытаться эту стенку грызть. Во-вторых, она опускается при помощи двух кнопок с обеих сторон, что означает, что малыш нечаянно опустить эту стенку не может, поскольку маме нужно нажать кнопку и с одной стороны, и с другой стороны. Здесь по центру есть две планки, которые можно удалить, когда ребенок уже подрос и когда он способен самостоятельно уже выбраться из кроватки. Это означает, что он будет иметь возможность из этой кроватки выбраться, когда ему необходимо, но в то же самое время ночной сон будет абсолютно безопасным, он из нее не выпадет. Также мне было очень важно, чтобы все углы этой кроватки были абсолютно сглаженными, чтобы не было никаких острых деталей, которые могли бы повредить у малыша. Стоит эта кроватка на четырех поворотных колесиках и также имеет возможность стопа. И, конечно же, очень важный момент – легкость сборки этой кроватки. Собирала ее лично сама, собрала ровно за 20 минут. Одним из самых важных предметов детского сна после кроватки – это, конечно же, матрас. Для нас я выбрала матрас компании Troymaland. Это австрийская компания, которая уже долгие-долгие годы, это десятки-десятки лет работает в индустрии и производит матрасы как для детей, так и для взрослых. В нашем случае я выбрала модель, которая имеет несколько очень важных функций как раз-таки для безопасности малыша и для здорового сна. Первое – это наполнение матраса. Сделан он из холодной пены, которая очень хорошо пропускает воздух. Плюс ко всему, в этом матрасе есть также мембрана, которая дополнительно позволяет вентилировать этот матрас. И не зря компания называет этот матрас «дышащим матрасом», поскольку воздух проходит очень-очень легко. В нем также есть прорези, как горизонтальные, так и вертикальные, что позволяет малышу спать безопасно, даже если он ляжет на животик и даже если он уткнется личиком в матрас. Но и также в ситуации, когда у нас в кроватке присутствуют высокие бортики, многоступенчатая вентиляция этого матраса позволит маме не только быть спокойной за своего малыша, если он, например, уткнется носиком в этот матрас, но и также быть уверенной, что воздухообмен в этой кроватке будет очень хорошим, и ребенок не будет нагреваться. Особенно это важно в те моменты, когда дети болеют или когда чувствуют себя плохо, когда у них высокая температура. В этих случаях мы особенно должны позаботиться о том, чтобы ребенок дополнительно не нагревался и чтобы ему было максимально комфортно. По краю этого матраса есть специальная вставка, которая помогает малышу оставаться стабильным в тот момент, когда он уже начинает в кроватке вставать. То есть, когда малыш уже встанет у опоры и у самого края этого матраса, он останется стабильным, и маленькая ножка не провалится между планкой и самим матрасом. Таким образом, я точно знаю, что малыш себя не повредит. Выбирая этот матрас, я обратила внимание на чехол. У него по всему краю идет молния, которая полностью открывается. Это означает, если, например, ночью произошла авария и подгузник малыша протек, то я могу отстегнуть абсолютно чехол, снять одну часть, которая требует стирки, и поместить обратно на матрас нижнюю часть чехла, и ребенок может спокойно вернуться к своему сну. Матрас – это также гипоаллергены, не только благодаря холодной пене, но и также пропиткой эфирными маслами. Эти масла, они, во-первых, помогают малышу крепче спать. Это масла мелисы и лаванды, 100% натуральные. И в то же самое время, благодаря именно этим маслам в матрасе не заведутся никакие не микробы и аллергены, которые могли бы побеспокоить малыша во время его сна. И также чехол и постельное белье, они произведены из целлюлезного материала под названием тенцель. И этот материал, он на 100% гипоаллергенный и безопасный для ребенка. Да. И также у нас здесь есть прекрасная подушечка с наволочкой Эллади, вот с таким вот котенком. Это подарок от нашего любимого Алан, нашему котенку. Поздравляю его с переездом в свою детскую комнату. Совсем самостоятельно это у меня стало. Ну и конечно нельзя забывать про наши бортики. Это компания LUM, очень-очень нам полюбившиеся бортики, которыми мы пользуемся уже долгие месяцы. Изначально мы купили кремового цвета, они отправились со старой кроваткой к бабушке. И вот здесь в нашем новом интерьере мы приобрели новые бортики цвета серебро. И кстати говоря, когда малыш подрастает и уже не нуждается в передней стенке, то эта кроватка может использоваться как вот такой вот удобный классный диванчик, на котором мама с ребенком могут играть, отдыхать, ну и собственно продолжать пользоваться в течение дня. Большим плюсом этой кроватки является то, что я смогу пользоваться ей и со вторым малышом. Поскольку, когда снимается передняя панель, эту кроватку возможно пристегнуть к родительской кровати. И таким образом организовать безопасный совместный сон с новорожденным малышом. И хранение вещей. Этот вопрос для меня был очень сложным. Долго думала, как же сделать так, чтобы можно было хранить вещи. Во-первых, Рэма. Потом, думая о будущем, что будет второй малыш, и мне нужно будет разместить вторую кроватку. И все вещи уже двух деток в этой комнате. И поэтому я решила заказать вот такой вот шкаф в Икеа и установить его аркой вокруг двери. И что же у нас получилось? С этой стороны у нас открытые полки и ящики. В ящиках у меня располагаются, во-первых, подгузники ребенка, потом одежда и его полотенце, простыни и все, что нужно в уходе ежедневном за малышом. На нижней полке мы расположили игрушки Рэма, его паильники. Собственно, те вещи, которые он может сам взять, когда встает на ножки и уже вот таким вот образом орудует здесь по этой полке. Что же у нас здесь есть? Первое, это наш очень классный кубик Моцарта. Это игрушка, которая помогает ребенку развивать его любовь к классической музыке. И здесь он может нажимать на разные кнопки, добавляя звуки, либо включить весь оркестр. Ну, собственно, играть вот таким вот образом с музыкальными инструментами. Эта игрушка у нас от компании Манчики. Также у нас есть здесь его паильники 360. Вот таким образом он может взять любой из них и попить. Здесь располагается наш ночничок и наш белый шум. Это тоже маленький такой наш друг от компании Манчики. И здесь есть три функции белого шума. Сердцебиение мамы, шушуканье и сам белый шум. Ну и также опция освещения ночника. Плюс ко всему портативная штука, можно взять в коляску и пользоваться вне дома. Дома мы включаем только шушуканье, поскольку основной белый шум ночью у нас играет на постоянной основе на нашем айпаде. Также здесь у нас его любимая собака Дэнни. Это собачка от компании Зазу. Тоже купили в Алант. Она с ним поет и играет. «Вократник некладывает понякнут worship». «Вократник?» «Вократник не кад cade». Полюбилась ему очень-очень эта собачка Он прямо ее видит, млеет от любви и целует ее, как вы можете видеть Дэнни у нас тут тоже располагается Также наша черепашка Это наша любимая черепашка с проекцией голубых волн на весь потолок Ей пользуется вечером в качестве части нашего ритуала перед сном Ну и, конечно, для меня очень такой сентиментальной игрушкой здесь Это вот такая вот обезьянка Тедди Эта обезьянка-игрушка единственная любимая моего детства Эту игрушку мне подарил мой папа, когда мне было, наверное, лет 8 или 9 Следовательно, можете посчитать, сколько ей лет И, слава богу, я вот сохранила ее как память от своего папы, дедушки Рэма Поэтому она также располагается здесь, на нашей полочке любимых игрушек На второй полке у нас здесь располагаются наши книги, о которых я рассказывала в понедельник в нашем выпуске На тему того, чем мы занимаемся дома на карантине Потом здесь у нас айпад с нашим белым шумом И вот такая декоративная трава, которую я купила в Икеа Верхняя полка, здесь тоже наша трава Также еще книжечки, часы и наш ежедневный уход То, чем мы пользуемся каждый-каждый день Значит, здесь наш верхний шкаф Что же у нас тут есть? Здесь у нас запасы наших влажных салфеток Запасы мустеллы Наверху у нас одеялки, салфетки Потом у нас здесь одноразовые пеленки Наш ночничок и ароматерапия Я ее пользуюсь по необходимости И наши занавески от компании Гро Которые я также купила в АВАНТ Это наш Blackout Этими занавесками мы пользуемся ежедневно во время всех наших снов Как дневных, так и ночных И здесь у нас гардероб Также здесь располагается наш очень красивый мобиль От компании Lodi Его я специально сюда повесила Так как Рэм любит подбираться к этим дверям И чтобы он их не открывал, то он может просто свое внимание Спокусировать на игрушке и заниматься этим мобилем Но помимо этого у нас здесь Та-дам! Наша верхняя одежда Внизу у нас зимняя одежда И комбинезоны, которые мы надеваем на улицу И сверху здесь вся его домашняя одежда Либо те комбинезоны, которые надеваются под теплые Наша коллекция Мериноса Ну и также другие теплые комбинезончики зимние И здесь по краям у нас размещены наши шапочки Когда появится второй малыш, придется им это все делить Ну не знаю, как это все получится Да, котенок? Давай закрываем дверь И днищ Дверь закрыли Шапку Пока сюда И здесь наверху у нас запасы наших подгузников Наши самые любимые подгузники, которыми мы пользуемся Это подгузники Генки И с недавнего времени мы пользуемся ночными подгузниками Я попробовала несколько Остановилась на вот таких вот подгузников Моми Эти очень-очень классные И также есть еще ночные от Хаггиз Тоже неплохи Но в отдельном выпуске расскажу вам Какие подгузники лучше Какие-чем отличаются Ну и, собственно, почему мы ими пользуемся Дальше, что у нас здесь Игрушки Понятное дело, что детская комната Она редко, когда выглядит вот в таком порядке, как она есть сейчас Но организовать очень легко и быстро Эти игрушки нам помогают Вот такая вот корзина от Элоди Очень-очень классная штука Во-первых, она радует маму, поскольку она действительно очень красивая по своему дизайну Сильно не детская, скажем так Но в то же самое время она удобна для ребенка И безопасна для ребенка Здесь помещается огромное количество его игрушек Здесь также можно отвернуть этот край Если игрушек становится больше, его поднять и корзину сделать еще более вместительной Ну и, собственно, она вот так вот красиво стоит в комнате И можно туда небрежно эти игрушки все сбрасывать И не волноваться по поводу того, что там что-то не в порядке А ребенок очень легко к ней подбирается Вот таким образом он ее подтягивает И, собственно, достает из этой корзины все, что ему нужно Для большего комфорта, уюта и тепла малыша Конечно же, в нашей комнате располагается наш ковер маймата Как вы видите, я удалила черные детали в этом варианте Потому как сама комната у нас очень такая нежная, светлая Но в то же самое время достаточно яркая Благодаря нашей стенке с фотообоями И поэтому я подумала, что коврик должен быть менее броским, менее ярким И решила черные элементы удалить и поместить их в ванную комнату И, собственно, вот такой вот нежный ковер у нас получился И плюс ко всему я немного еще изменила его форму Передвинула этот коврик ближе к нашему шкафу и к полкам Поскольку, когда малыш поднимается у опоры и подтягивается Часто его ножки по паркету скользят Поэтому важно, чтобы те места, где он встает у опоры Они были не скользящими Ну и также здесь, где находится наш манеж Тут располагается большее количество наших игрушек Здесь как раз-таки та зона, где мама не волнуется По поводу пастельных оттенков, красоты и так далее Здесь у нас все ярко, броско, миллиард цветов И, в принципе, мы не думаем о том, как здесь все выглядит Но ковер тоже у нас здесь присутствует Чтобы ребенку было комфортно и уютно здесь играться Ну и, в общем, здесь его ходунок Здесь его развивающий столик, собачки, пирамидки И здесь мы также с ним проводим очень много времени в играх Ну и, конечно же, когда есть необходимость ребенка немного изолировать Изолировать в то время, когда мне или Арсу нужно отойти в туалет Что-то быстренько сделать на кухне То, конечно, ребенка мы можем безопасно закрыть в этом манеже Он спокойно себе играется И мы знаем, что с ним все в порядке И следующее важное место Это наши полочки Полочки эти я купила в Икеа Выбрала три полки среднего размера Итак, у меня здесь увлажнитель воздуха И коллекция наших игрушечек Когда я был совсем-совсем маленьким Наша подруга из Мексики нам прислала в подарок вот такого вот котика И очень долгое время этот кот, мы назвали его Джек Он был любимой игрушкой малыша И он достаточно долго с ней спал И я поняла, что мне нужны в его коллекции безопасные игрушки На том случае, если ребенок решит выбрать какую-либо из них И вместе с этой игрушкой отправляться на ночной сон Здесь у нас котенок, жираф, слоник Хьюго И наверху маленький-маленький зайчик Который с верхней полки наблюдает за всем происходящим в детской комнате Также здесь есть рамочка с отпечатком ручки Рэма Я еще подумаю, как оформить Но пока я поставила это все на полку Думаю, со временем эта рамочка вместе с другими отправится на стену На которой, кстати говоря, у нас есть прекрасное место И здесь у нас также есть вот такие вот милые прекрасные горшочки с растениями На которых написано «Пожалуйста, расти» В инстаграме Implant Republic называется аккаунт Видела у них вот такие вот прекрасные горшочки И подумала, что может быть более прекрасным в детской комнате Вот в контексте малыша Как такие вот маленькие три горшочка с надписью «Пожалуйста, расти» и с живыми растениями Ну вот такая получилась у нас прекрасная комната На мой взгляд, она абсолютно волшебная для малыша И я вижу по тому, насколько он активен И с каким удовольствием и радостью он здесь играет Ему тоже очень-очень нравится Пишите в комментариях, какой элемент нашей комнаты вам понравился больше всего И что именно вы бы использовали из нашей комнаты в комнате вашего малыша Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал И мы с вами увидимся в следующем нашем видеоролике в понедельник На этом сегодня все, пока!